Шансы кандидата Порошенко Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования специально для Украина.ру Когда мы говорим об украинских президентских выборах текущего года, надо четко разделять два понятия избраться, то есть собрать большинство голосов в свою пользу и победить, то есть быть официально провозглашенным ЦИК победителем выборов. Это важно потому, что, например, Петр Порошенко избраться шансов не имеет, а победить может. И остальные кандидаты работали и работают не на привлечении дополнительной поддержки избирателей, а на установление контроля над участковыми и территориальными избирательными комиссиями. Все фальсификации проходят именно на этом уровне. А также на обоснование своего провозглашения победителем. Надо заранее создать убедительную версию, почему за тебя проголосовали. Исходя из необходимости получить и защитить результат в виде протоколов участковых и территориальных избирательных комиссий, на сегодня на Украине есть только два реальных кандидата. Порошенко и Тимошенко. Остальные, как бы великие и ужасно не были их рейтинги, не более чем технические кандидаты, выполняющие каждую свою задачу. Например, многочисленные кандидаты от Юго-Востока, которых администрация Петра Алексеевича наплодила в противовес попытке Медведчука выдвинуть единого оппозиционного кандидата, который должен был гарантированно заблокировать возможность выхода Порошенко во второй тур, а затем проиграть выборы Тимошенко, решают две задачи. Во-первых, они дробят голоса антимайданного электората, чтобы не выпустить представителей Юго-Востока во второй тур, а во-вторых, обеспечивают явку этого самого электората на выборы, чтобы процент проголосовавших был более-менее приличным. Сами же голоса пересчитают свою пользу Тимошенко и Порошенко. Пропаганда, как всегда на Украине, стоит дорого, но ведется абсолютно непрофессионально. Любой человек, хотя бы на любительском уровне, интересующийся политикой, может легко просчитать, кто из агитаторов, у какой команды взял деньги. Если человек пишет, что Порошенко уже всех сделал и гарантированно выиграл выборы, значит, финансирует его Петр Алексеевич или близкие к нему структуры. Если человек утверждает, что Порошенко уже все проиграл, значит, деньги агитаторов поступают от структуры, ориентированных на Тимошенко. Тот, кто молится на Вилкула, кормится от Порошенковско-Ахметовских угольщиков и металлургов. Оппоненты Вилкулианцев, ратующие за бойко, наняты Тимошенковско-Фертошевскими газовиками и химиками. Наконец, адепты Зеленского питаются от щедрот Коломойского. Игорь Валерьевич не дурак и прекрасно понимает, что он может надуть своему артисту какой угодно рейтинг, но даже если за Зеленского реально проголосует относительно высокий процент избирателей, защитить этот результат будет невозможно. У Коломойского нет возможности контролировать тики, которые и распишут голоса Тимошенко и Порошенко, в зависимости от того, кто будет осуществлять силовой контроль над конкретной комиссией. Но Коломойский может закатить крупный международный скандал и привлечь внимание к массовым нарушениям на выборах, чем поставить под вопрос легитимность новоизбранной власти. Именно международное признание этих выборов крайне важно любому победителю. Бешено растущие рейтинги Зеленского являются средством принуждения одного из фаворитов гонки к компромиссу с Коломойским. Если бы компромисс уже был достигнут, мы бы это сразу увидели. Тогда рост рейтинга Зеленского остановился бы между Тимошенко, немного ей уступая, и Порошенко, существенно его опережая. Но по последним опросам Зеленский внезапно вырвался на первую позицию. Он выигрывает у Тимошенко всего полпроцента, но при желании за два месяца, что остались до выборов, ему могут нарисовать отрыв в 5-7%. Если такой результат растворится без следа на просторах избирательных комиссий, обосновать его пропажу и не выход Зеленского во второй тур будет крайне сложно. Между тем, по сценарию выборов во втором туре должны оказаться Тимошенко и Порошенко. Надо договариваться с Коломойским или рисковать. Причем Игорь Валерьевич пытается повыше поднять планку риска, чтобы сделать его слишком невыгодными для Петра Алексеевича и для Юлии Владимировны. Переговоры Коломойский ведется обоими. Это еще один показатель того, что Порошенко хоть и не может избраться, может записать себе победу на выборах. Коломойский пытается сыграть Зеленским как золотой акцией. Ему выгоднее договоренность с Тимошенко, но он слишком много просит за свои услуги и Юлия Владимировна пока не готова удовлетворить все его аппетиты. Порошенко, конечно, еще жаднее, но у него положение похуже. Тимошенко хотя бы по рейтингам однозначно проходит во второй тур, но Порошенко-то однозначно не проходит. Если рейтинги Тимошенко и Зеленского, равно как и медийные усилия штаба Юлии Владимировны и лично Коломойского, будут объединены, Порошенко окажется в пиковой ситуации. Тогда, для того, чтобы сохранить власть, ему однозначно придется нагло и неприкрыто использовать силу, уже не заботясь о том, какое впечатление его действия произведут на Запад, а также какую реакцию они вызовут внутри страны. Поэтому Коломойский пока продолжает играть в третью силу. Порошенко оказался последним из украинских кандидатов, который попытался заинтересовать собой Кремль, заявив во время своего выдвижения концепцию «холодного мира с Россией». Напомню, что по официальной украинской версии в данный момент с Россией идет война. Интерес украинских кандидатов к российской поддержке объясняется тем, что Запад отказался на этих выборах делать ставку на кого-то одного, логично считая, что все равно победитель никуда не денется, будет проводить прозападную политику. Пусть, мол, разберутся сами. В условиях отстраненности Запада поддержка России могла бы сыграть для любого кандидата решающую роль, но Москва прекрасно понимает, что как только кандидат станет президентом, все обещания будут забыты и он уйдет на Запад. Поэтому Россия тоже предпочитает не вмешиваться, ибо вмешательство как минимум бесполезно, а как максимум вредно. В конечном итоге судьбу выборов должна решить государственная бюрократия. На чью сторону она встанет, тому и посчитают тики результат, и у того будет больше возможностей этот результат защитить. На данном этапе для Порошенко тенденции, господствующие в чиновничной среде, тревожны. Там его не только не любят, но уже и не боятся, полагая, что у Тимошенко шансов больше. Бюрократия увеличивает шансы Тимошенко самим фактом предательства своего президента. Но сегодня мы не можем сказать, что Юлия Владимировна реально контролирует большую часть админресурса. Перетекание активно идет, но пока не достигло критических значений. Так что оба фаворита сохраняют возможность провозгласить себя президентом. Впрочем, с моей точки зрения, провозглашением ЦИК дело не ограничится. Ни Тимошенко, ни Порошенко не могут позволить себе проиграть эти выборы. Противоречия, как личные, так и командные, между ними слишком велики. И проигравший теряет все, включая личную свободу, а возможно и жизнь. Поэтому согласиться с проигрышем и просто поздравить соперника с победой ни один, ни вторая не могут. Боюсь, что основная борьба после выборов только начнется. В общем, ситуация такова, что шансы есть у обоих главных кандидатов, плюс интересная позиция Коломойского, который пытается выиграть, кто бы не стал следующим президентом. Проигрывает, как обычно, только украинское государство и народ Украины. Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования специально для Украина.ру. Шансы кандидата Порошенко.